Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Михаил Богданович, дрессировщик-обезьян, который расскажет нам о новой выставке «Мадагаскар», открывшейся в торговом центре М5Мол. Здравствуйте, Михаил. Не представила я еще одного участника нашей беседы, Антон Геннадьевич. Да, это можно так назвать наш директор зоопарка, но, конечно, я шевчу, реально будет. Здравствуйте. Михаил, расскажите, пожалуйста, для начала о вашей выставке, каких животных на ней можно увидеть? На нашей выставке есть интересные экзотические животные. Начну, пожалуй, с обезьян. Это дрессированные обезьяны. Вот они. Один из их представителей – это Антон. Есть еще Максим. Есть обезьяна «Зеленая мартышка» у нас. Она отдельно находится в клетке. Обезьяны рабочие, которые цирковые, яванские макака. Есть еще капуцин «Никитос». Тоже очень умная обезьяна. Эти обезьяны часто используют в фильмах разных. Снимают, допустим, пиратов Крипского моря. У капитана Барбоса был тоже вот такая обезьяна. То есть интересный такой маленький капуцинчик. Он цепляется хвостом. Если, допустим, взять яванские макаки, вот эти, у них хвост не так активен, как у этой обезьяны. Дальше у нас есть еще, как бы, тоже цирковой попугай Ара. Большой красивый попугай. С ним тоже можно пообщаться, покормить. Он очень интересный, как бы, в плане того, что, как бы, ручной. То есть, по сути, он берет еду с рук. Его можно посадить на плечо с ним, сфотографироваться. Даже погладить его. Есть павлин, павлуша. Красивый мальчик. Ну, потому что у девочек хвостик не такой красивый, как у мальчика. Из пернатых, пожалуй, все. Переходим дальше к другим обитателям. Еноты. Есть у нас интересные такие животные, которые ведут, в принципе, ночной образ жизни. Ну, как бы, с ними тоже можно пообщаться, потом покормить. Ну, и более ближе с ними, так сказать, познакомиться. Увидеть их воочию на небольшом расстоянии, как бы. Есть еще такой обитатель на сухо. Дружелюбное создание. Обитает в Южной Америке, преимущественно. Активное достаточно животное, которое постоянно играется. Точно так же кушает, берет с рук еду. Аккуратно. Людей вообще не обижают. То есть, как бы, вот. Интересное животное есть еще. Это мангуст Цезарь. Всем известный мультфильм Рики Тики Тави. Это зверушка, которая может себя противопоставить кобре. То есть, змей. Тоже ручной достаточно. Как бы, любит морковку. Бананчики кушают. Тоже с ручек можно покормить его. Михаил, подобные выставки в наш город приезжают достаточно часто. Но павлинов, если честно, я не видела нигде. Вот скажите, а что нужно сделать для того, чтобы павлин показал главную свою красоту, свой хвост? Вообще реально дождаться этого момента или нет? Да, дождаться реально. Он преимущественно это как бы делает, к сожалению, во время того, как чистит свой хвост. Он его распускает. Красиво очень, зрелище интересное. Ну и так же они это делают при самках. Но, к сожалению, самки у нас нет. У самок просто, как такового хвоста красивого нет. То есть, у мальчиков хвост большой, красивый. Но он его распускает. Ну, даже в нераспущенном виде это есть на что посмотреть. Очень красиво. Красивые перья, переливающиеся. Хвост, наверное, около полтора метра. Один хвост. Если можно, чуть подробнее вот о вашем директоре. А почему Антон, да еще и Геннадьевич? Ну, на самом деле, Антон Геннадьевич. Вы сами придумали, как бы Геннадьевич. Это так просто. Его зовут Антон. Он такой важный, что его нужно по имени-отчеству называть. Он такой важный. Это на самом деле уникальная обезьяна. Она вообще находится в зоопарке без поводка, без присмотра. То есть, поэтому директор может находиться где угодно. То есть, его отпускаем просто. Он может там по клетке походить, побегать где-то там. То есть, его можно взять там на ручки, посадить вообще с самым маленьким деткам пообщаться, поздороваться за ручку. Ну, вот он такая самая интересная из обезьян. Вот таких, которых действительно ему практически все дозволено. Наверное, самое большое разочарование, особенно для детей, когда они приходят на подобные выставки, видят огромное количество животных, и никого нельзя потрогать, погладить, покормить. На вашей выставке, насколько я понимаю, все не так. Да, вы абсолютно правы. У нас можно как бы вообще со всеми животными пообщаться, более ближе познакомиться, погладить очень много разных животных. Кстати, я забыл еще про рептилии, про наших, напомните. У нас еще есть садовый удав, крокодильчик небольшой, кайман. Ну, ему 2-3 месяца небольшой. Его можно тоже достать, он как бы безобидный. Для того, там, посадить на ручки, аккуратно его потрогать там. И две ящерицы. Это бородатая агама и игуана. Тоже эти ящерицы контактные, то есть их можно взять на ручки, потрогать. Вот, допустим, бородатая агама, она как маленький дракончик такой, с шипами интересными. Ну, шипы не такие колючие, как там, у них парадница невозможна, то есть более мягкие, но очень интересные тоже. А по поводу всех животных, которыми, ну, можно пообщаться, погладить. То есть, вот есть контактные животные, которые вообще, ну, можно вообще на руки взять, там, потискать. Вот, в частности, кантон. Засыпай, пожалуйста. И есть те, которые, ну, можно покормить просто. Ну, как бы животные есть всякие, ну, допустим, ангуст, на ручки его взять нельзя, но покормить его можно вот прям с ручек аккуратненько, даже маленьким дедом. А, может быть, расскажете об основных правилах общения с животными вот на подобных выставках? Чего не стоит делать посетителям? Я понимаю, что на месте вы, наверное, это рассказываете, но для наших зрителей. Как правильно себя вести, чтобы было хорошо всем, и посетителям, и животным? Да, ну, как бы есть определенные правила поведения, в принципе, такие же, как и в общественных местах, желательно, как бы, сильно не проявлять бурную активность. Ну, я понимаю, эмоции у всех зашкаливают, интересно очень с животными. Ну, просто если сильно там бросаться на клетки, ну, естественно, этого не стоит делать. Те животные, которым не стоит совать пальчики в клетку, ну, есть такие животные, везде у нас таблички, ну, плюс еще персонал рассказывает, проводит экскурсию, говорит, вот этого животного вот так кормить, вот этого вот так, этого можно там вообще смело брать в ручки, либо с ладошечки давать ему там еду. А вот экскурсии, они входят в стоимость входного билета? Или нужно заказывать дополнительные? Да, конечно, это, как бы, любой из сотрудников нашего зоопарка может вам рассказать о животных более подробную информацию, интересные истории, как бы, из жизни и факты про животных. Может быть, посоветуйте, в какое время вас лучше посещать, чтобы максимальное количество животных бодрствовало, чтобы можно было посмотреть, может быть, на кормление каких-то животных? Ну, смотрите, в принципе, животные, преимущественно, большая часть, они в течение дня ведут активный образ жизни. Но есть те, которые больше склонны к ночному образу жизни, они больше активны к вечеру. То есть, ну, допустим, барсук, она любитель днем поспать. Ну, это как бы факт. Поэтому ближе к вечеру вот они более активны. Зеноты у нас специально стоят в затененном уголку для того, чтобы они более активны были. Они тоже, как бы, любители днем отдыхать, а ночью общаться. Поэтому, в принципе, они активны всегда. Остальные все животные, как бы, всегда активны, то есть, всегда ведут дневной образ жизни, с ними всегда можно поконтактировать. Есть еще такие животные, ну, я их так называю мясоеды, то есть, они любят мясо кушать, поэтому кормление происходит вечером. То есть, если вот интересно посмотреть, как кушают, там, барсук, сурикат, мангуст, либо еноты, и та же насуха, то вот вечером мы их кормим еще мясом. Если можно, скажите для наших зрителей, в какое время вы работаете, и до которого числа ваша выставка будет в нашем городе? – Работаем мы с 11 часов и до 9 вечера. А выставка будет до 12 июня. – Ну что ж, Михаил, большое спасибо, что сегодня к нам пришли. Спасибо за ваш увлекательный рассказ. Но в любом случае, лучше все это увидеть своими глазами. – Да, совершенно верно. – Я надеюсь, что наши зрители заинтересуются, обязательно посетят вашу выставку. Напомним, работает выставка «Мадагаскар» в торговом центре «М5МО». Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»